Врачу в отношении с больным запрещены Антипатия, обиды, раздражения, нетерпеливость и забывчивость Говорил в прошлом веке выдающийся советский хирург Андрей Гуляев Здравствуйте, в эфире программа про здоровье Смотрите сегодня Роды после трансплантации Почему врачи называют их чудом? Словно из советских фантастических фильмов Как удалось сохранить в строю дистанционный литотриптер? Ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью Кто имеет право на получение бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи? И врачи, и родители называют рождение маленькой Маши чудом Мама девочки 10 лет назад перенесла трансплантацию печени Но такой анамнез не стал противопоказанием для беременности Мы вас поздравляем с рождением чуда долгожданного Которому мы все очень и очень долго шли Большой, дружной командой, профессиональной Сегодня Евгению, ее новорожденную дочь Марию, выписывают домой Мама вспоминает Когда еще планировали беременность, врачи разных медучреждений Были категорически против Евгении 10 лет назад сделали трансплантацию печени Опыт ведения пациенток с пересаженными органами Есть далеко не у всех акушеров-гинекологов Родители говорят, повезло, что им встретилась Олеся Науменко Она не сомневалась, что все у нас будет хорошо Что мы обязательно родим И постоянно была, помимо врача, она была как психолог наш семейный Потому что мы в любой момент могли ей написать, спросить Потому что вопросов было много, так как это первая беременность И поэтому она такой врач, ну, как от Бога просто Вот нас вела, и мы вообще тоже не сомневались, что все будет хорошо Каждая беременность такой пациентки требует индивидуального подхода Подготовка длительная Необходим контроль специалистов отделения трансплантации органов Комплексное обследование гастроэнтерологов После пересадки люди пожизненно получают лекарства Иммуносупрессанты Они препятствуют отторжению трансплантата И за несколько месяцев до беременности Женщин переводят на определенные препараты, которые не повредят малышу Регулируют концентрацию дозу Существуют определенные риски, которые могут реализоваться А могут не реализоваться Но чтобы своевременно оценить это Должны быть люди, которые в этом понимают Важно, чтобы такая женщина наблюдалась, рожала И ее ребенок родился в стационаре третьего уровня Где есть все специалисты, которые могут своевременно среагировать И оказать помощь как женщине, так и ребенку До 2014 года эти пациентки вынашивали беременность Эти роды разрешались только под контролем врачей нейтронсплантологии в Москве С 2014 года эти пациентки имеют возможность наблюдаться по беременности Без угрозы для состояния здоровья своего в городе Новосибирске Медики областной больницы помогли выносить и появиться на свет уже пяти детям Чьим мамам были пересажены органы Все малыши здоровы Однако такие роды все же случай редкий Каждый на особом контроле В данном случае, естественно, вся больница следила за процессом От, начиная с ведущих специалистов Заканчивая средним медицинским, младшим даже медицинским персоналом Потому что, еще раз говорю, что пациентка необычная Звонили все, узнавали все, держали на контроле Так сказать, вопрос, все радовались итогу в конечном Десять лет назад донором печени для Евгения стала ее сестра Два года назад она тоже родила ребенка И теперь готова делиться секретами воспитания Аппетит у нас очень хороший Там спит, ну хорошо Ну как вот единственное колики, если бы не колики Была очень спокойным ребенок А так, конечно, крикливая, характерная девочка Да, очень громкая такая И уже из мамы вьет веревки Чтобы мама, когда надо, брала ее, не отпускала На руках у папы ведет себя очень спокойно Еще не показывают, какая она На кого похожа? На кого? Ну говорят, носик мой Носик мой, а так пока еще непонятно Новорожденной рекомендован осмотр русских специалистов по месту жительства Повторная госпитализация не требуется А вот ее маму медики будут рады видеть снова Когда Евгения решит родить второго ребенка Талантливый, неординарный, яркий Молодой кандидат медицинских наук Он использовал самые современные методы влечения Находил общий язык даже с самыми капризными пациентами К детскому хирургу-урологу Дмитрию Титову Родители везли детей не только из разных российских регионов Но и из соседних государств Коллеги говорят, умер на самом взлете Ему было всего 38 Мы с тобой займемся терапией биологической обратной связи Это будут новые технологии Новые технологии всегда были визитной карточкой Дмитрия Титова Он успел выполнить тысячи хирургических вмешательств Использовал передовые методики Оперировал даже 500-граммовых малышей Был уверен, самый тяжелый труд Исправлять ошибки природы у новорожденных В медучреждении Дмитрия Владиславовича Отмечали как одного из самых талантливых молодых врачей В чем человек перспективный? Активно работает, выполняет все свои обязанности Занимается наукой Ну а кроме того, человек занимает активную жизненную позицию То есть изучает литературу Новые операции внедряет Все новшества, все технологии В данный момент идут через него Диссертация Дмитрия Титова была посвящена детской нейроурологии Он был автором 59 научных публикаций Трех патентов на изобретение Диагностировал сложнейшие заболевания Выполнял уникальные операции И мог найти подход к любому маленькому пациенту Ты работаешь с разными пациентами Один бессловесный Только что-то кричит Постоянно непонятно что-то требует Ну и вот Второй тебя пугается Как обезьянка залазит на маму свою Не дает мне осмотреться ничего Третий уже превращаясь в личность капризничает Четвертый наоборот Очень сильно словоохотлив И не дает тебе рот открыть, пытаясь показать Какие у него игрушки или какие у него достижения И к каждому из них ты должен найти подход Он делился опытом с теми У кого стать медиком было только в планах Успокаивал сомневающихся Сам когда-то стоял перед выбором Юриспруденция или медицина Спасибо мне большое И за профессионализм И за участие к ребятишкам И за внимание к родителям То есть он тоже умеет успокоить Потому что все мы мамы очень переживали Самое сложное в общении с детьми Это не сами дети А их родители Гораздо сложнее общаться с мамой Для много ребенка Потому что вы общаетесь с человеком Который взволнован Который неадекватен в хорошем смысле этого слова Потому что это ее ребенок Здесь по-другому не может быть Несколько лет назад С семьей он из Томска Переехал в Новосибирск Который называл городом больших возможностей Многие реализовать не успел Но и успел очень много В июне по итогам профессионального конкурса Человек года 2018 В областной больнице Стал победителем в номинации новаторства Медицина это профессия сердца Это работа души И каждый день заходя в стационар Заходя в поликлинику Заходя в свой кабинет Где бы доктор не принимал Каждый день уходя оттуда Он оставляет чечечку своего сердца С каждым своим пациентом Хоть и говорят, что нужно забывать Что профессионально это неправильно Но это не так Поверьте мне 24 июля его сердце не выдержало Когда видишь этот аппарат А особенно кабинет, где находится пульт управления Дистанционным литотриптером Кажется, что попал в советский фантастический фильм Оборудование уже четверть века В 90-е годы в стране таких было больше сотни Сейчас работающих экземпляров единицы Вот так вот работает УРАТ-П УРАТ-П отечественный аппарат для дробления камней Относится к первому поколению дистанционных литотриптеров Использует открытый, мокрый способ дробления Доставшийся в наследство от экспериментальных установок Первый такой аппарат появился в областной больнице В декабре 90-го года Нам его дал Министр здравоохранения Академии ЧАЗа Который пришел к нам в отделение И говорит, у вас не пахнет мочой Я говорю, да, у нас никогда не пахнет Посмотрите у нас, как хорошо в палатке То есть я сопровождал его А потом говорю, ну если вам нравится Может быть вы нам что-нибудь подарите А что вы хотели? Я ему говорю, литотриптер Благодаря этому разговору в Новосибирске впервые за Уралом Занялись дроблением камней при мочекаменной болезни На установке УРАТ-П Заводской номер, который был 003 Через 4 года он вышел из строя А вот следующий, 098-й Пережил два импортных аппарата И выполняет свои функции уже почти 25 лет Человеческие ткани мягкие практически на 90% из воды То есть, если вы помните поверхность пруда На котором плавают листочки Волну пустили через нее Соответственно, листочки колыхнулись Но они не повреждаются То есть они на месте То есть точно так же и здесь То есть через мягкие ткани волна проходит, не повреждая Поэтически образно о принципах литотрепсии Рассказывает инженер Андрей Кривошеев Вспоминает, трудовой путь начинал на заводе Даже не думал, что позже жизнь свяжет с медициной Теперь же опыт работы на таком оборудовании Почти четверть века Дистанционный литотрептор работает через поверхность Человеческого тела То есть физический принцип его был просто как все гениальное Основа всех современных Которые созданы раньше были Которые будут созданы дальше Это система генерации ударной волны И ее концентрации Основа всего Вот этот вот рефлектор В нем через шлюз Вводится электрод То есть высоковольтный И головка электрода И дальше все дело в искре Происходит электрический разряд В жидкости То есть это микровзрыв в жидкости Соответственно парогазовой пузырек Здесь образуется От него пошла гидравлическая волна Основа всего аппарата Это гин То есть генератор импульсных напряжений Вот он под этой самой штучкой и есть И в него вставляется вот такой вот штанга С головкой Где и есть тот самый электрод Через который проскакивает искорка Как обеспечить плавный вход ударной волны в тело Проводящей средой является дистиллированная вода Ее обработка и подогрев проходят в специальном помещении Система водоподготовки помещения называется Здесь готовится вода для дистанционной летотрепсии То есть основная проводящая среда для ударной волны Это дистиллированная вода Простая То есть система водоподготовки УРАТАПП чем знаменита Чем интересна То есть он как бы считался Миниатюрным аппаратом Это миниатюрный? Ну по сравнению с первым он меньше И водоподготовка тоже считается мини В операционные дни, пройдя дистиллятор, вакуумный фильтр, антиионную и бактерицидную обработку Теплая вода постоянно циркулирует по контуру водоподготовки Особенностью УРАТА, конечно, является то, что это полный стационар То есть для него готовилось специальное помещение Слава строителям То есть здесь с рентгеном связана штукатурка специально баревая рентгеновская Свинцованные стены, свинцованные стекла И пол у него приподнятый То есть вся подводка к центральному аппарату То есть к медицинскому блоку Она под полом Соответственно, с водоподготовки подходят трубы Нержавейка И с пультовой, высоковольтные кабели и прочее Все это собирается, концентрируется на аппарате Эффективность избавления от камней с помощью такого литотриптора почти 90% Ограничение накладывает прочность ткани человеческого организма А среднестатистическая вероятность раздробления Четко отражает распространенность камней в природе по шкале твердости Объясняет Андрей Кривошеев И знакомится святая святых Пультовой Это пультовая, да Основное рабочее место уролога В момент операции уролог Ну и инженер, естественно, за его спиной Помощник с наведением и так далее Находится именно здесь Если вы возьмете Подадите сейчас напряжение высокое И отпустите стоп То все увидите, что то, что видит уролог То есть количество импульса идет Синхронизация Высокое напряжение Сейчас 12 кВт выставлено Конечно, самое современное урологическое оборудование Также есть в областной больнице Но здесь, говорят, привыкли совмещать инновации и методики проверенной времени К тому же, отмечают специалисты Цена эксплуатации, работоспособность и ремонтопригодность уратов вне конкуренции Однако на территории бывшего Советского Союза Такого оборудования в работающем состоянии практически не осталось Новосибирские же инженеры на выдумку хитрые и на все руки мастера Часть деталей изготавливают сами Кое-какие можно использовать от предыдущего аппарата Они совпадают процентов на 70 Пока темп удается выдерживать Но поток пациентов большой Многие приходят на процедуру не один раз Нужно понимать, что пациенты попадают сюда через 4-5 лет В большинстве случаев по новой Это не панацея Это всего лишь экстракция камня То есть механическое его удаление А дальше многое зависит от пациента Литотрепсия помогает избавить от сиюминутной проблемы Но людям, склонным к образованию камней Надо в течение всей жизни соблюдать диету Придерживаться правильного питьевого режима Вести здоровый образ жизни И периодически проходить обследование Высокотехнологичная медицинская помощь Это комплекс лечебных и диагностических медицинских услуг Проводимых в условиях стационара С использованием сложных и уникальных технологий О том, кто имеет право на получение бесплатной Высокотехнологичной медицинской помощи И каковы условия ее оказания В нашем следующем сюжете Сегодня на территории Новосибирской области За счет средств ОМС Высокотехнологичную медицинскую помощь Оказывают 18 медорганизаций Которые применяют ресурсоемкие методы лечения С научно доказанной эффективностью Наибольший объем такой помощи Выполняют федеральные медицинские центры Национальный медицинский исследовательский центр Имени академика Мишалкина МНТК микрохирургии глаза Имени академика Федорова А также областная клиническая больница И если два первых осуществляют помощь Преимущественно по профилям сердечно-сосудистая хирургия Нейрохирургия, педиатрия, онкология и офтальмология То областная клиническая больница Является самой многопрофильной организацией На территории нашей области Где сложные и дорогостоящие методы лечения Можно получить за счет средств ОМС В прошлом году за счет средств Обязательного медицинского страхования В нашей области было оказано 7240 случаев высокотехнологичной медицинской помощи По 17 профилям на сумму 950 миллионов рублей Высокотехнологичную медицинскую помощь По сердечно-сосудистой хирургии Получили 2536 человек По профилю офтальмология 1908 С объемом финансирования свыше 400 миллионов рублей И 120 миллионов рублей соответственно За шесть месяцев текущего года Уже оказано 3947 случаев Высокотехнологичной медицинской помощи На общую сумму 545 миллионов рублей Всего в текущем году Запланировано проведение 7500 операций Объемом финансирования свыше 1 миллиарда рублей В планах этого года провести Около 3000 операций За счет средств ОМС По профилю сердечно-сосудистая хирургия А также лечение болезней глаз Почти у 2000 пациентов Как и в прошлом году Основной объем средств Направлен на сердечно-сосудистую хирургию Что составит 462 миллиона рублей За счет поэтапного погружения Методов ВМП В систему обязательного медицинского страхования Увеличивается доступность и объемы оказания помощи По наиболее востребованным профилям Впервые в систему погружены Два новых метода ВМП Пациентам с обширными ожогами И уже в этом году На оказание медицинской помощи По профилю комбустиологии Запланировано проведение 15 операций На сумму свыше 15 миллионов рублей За первое полугодие этого года Средняя стоимость одного случая Госпитализации По высокотехнологичной медицинской помощи Составила 136 тысяч рублей Максимальный же тариф Утвержден в размере полутора миллионов рублей Для оказания помощи лицам Пострадавшим от ожогов По профилю комбустиология В 2017 году Самый дорогой тариф Был утвержден в размере 330 тысяч рублей По профилю неонатология Помощь по этому профилю Была оказана 115 новорожденным На сегодня ВМП является одним из эффективных видов помощи Оказание которой Приводит к стойкому улучшению здоровья И качества жизни пациента Главным критерием получения Являются медицинские показания Наличие которых подтверждается решением Врачебной комиссии Известный отечественный терапевт Иосиф Кассирский писал Человек, вступивший на путь врача Должен быть носителем Высоких морально-этических качеств Молодому врачу Приходится держать в жизни Два экзамена Испытание успехом И испытание неудачей Первый грозит самообольщением Второй капитуляцией духа Стойкость перед лицом этих испытаний Зависит от личности врача Его идейных принципов, убеждений И нравственных идеалов Будьте здоровы Всего доброго И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok